У меня слегка не получилось скачать любой флингейм, поэтому... Давайте выбирать игры. Вот это я хочу скачать, смотрите. Он в моём вкусе. Где скачать вот этого вот мальчика? Дайте, пожалуйста, упакуйте. Давай меня... Остановите меня кто-нибудь, пожалуйста, я же с ума сойду. Ужас. Я много разного говна понакачала. Она выглядит как комфортик какой-то. Но звуки страшные, потому что плохим не продумали туда. Ё-моё. Давай потише. Я же могу себя потише сделать, тупо. Ну давай начнём. Я думаю... А почему подвал? Что происходит? Моли. Шмали, блин. Шмали. Это холодно и темно. Что это за место? Я ничего не могу видеть. Встать. Ладно, это холодно. Пойдёт. Тебе нужен друг? Да, конечно. Да, конечно. Конечно, мне нужен... Друг. Открой свои глаза. Блядь. Зачем так громко? Зачем? Зачем я в это вообще зашла? Ребят, я... Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Стой. Громко. Громко. Просто громко. Очень громко. Громко. Пока мне всё нравится. Иду по снегу. Опять этот ваш английский. Я с вами английский. Выучусь. Блин. Выучу английский. Я сделала ещё потише. Уж извините. Я очень хочу, чтобы мне было нормально слышно. А не как это было с Джон Доу. Что я не знала вообще. Ну типа перепроходить. Чтобы были не настоящие эмоции. Не хотелось. А слышно было херово. Откровенно говоря. Я прошу за это прощения. Надеюсь, с этой игрой так не получится. Скользя на мягкое водическое сидение. Вы слушаете тихий рок от своего автомобиля. Позволяя двигателю прогреться. Время от времени. Увеличивая обороты. Попытки ускорить процесс. Пока вы сидели сложа руки. Вы заметили что-то на пассажирском сидении. Судя по всему. Это было удостоверение вашего водителя. Должно быть он выпал из твоего кармана. Какого вашего водителя? Блин. Это ваше водительское удостоверение. Должно быть оно выпало из твоего кармана. Когда ты в последний раз вводил машину. Угу. Ты быстро наклонилась, чтобы схватить его. Твои глаза пробежались по твоему имени. Прежде чем ты снова спрятала его. Ага. Пишем мое имя. Так. Ну. Лами это будет скучно. Как бы. В прошлый раз мы были Джозеф Джостер. Что сейчас популярно у молодежи? Сейчас. Привет, внучат. Скажите, кто сейчас популярный у вас. В вашем тики-токи. Так. Ну, судя по тому, что там было написано. Мы. Обед. Мне действительно нужно... Обед. Мне действительно нужно смотреть, где я держу эту штуку. Я бы потеряла голову, если бы она не была прикреплена. Печка медленно начала дуть горячим воздухом, сигнализируя о достаточно прогретом двигателе. Плавно нажимая ногой на педаль, вы осторожно выезжаете на дорогу. Ваши пальцы танцуют. Я заметила. Ваши пальцы забегали по кнопкам автомобильного радиоприемника, быстро переключая каналы. Казалось, кантри-музыка была довольно популярна в этих краях. Вздохнув, ты позволила своей руке снова опуститься вниз, чтобы ерзать сбоку от руля, пытаясь осредоточиться на медленно исчезающей в дороге впереди тебя. Уличные знаки быстро скрываются из-за постепенно увеличивающегося количества снежных миль. Тьфу, этот снег становится нелепым. Такими темпами мы окажемся в затруднительном положении. Мы? Кто мы? Ладно. Такими темпами мы окажемся в затруднительном положении. Не знаю, запясться ли Джакс заранее. Он казался немного сбалмошным. А! То есть мы маньяка возим. Мы его личный водитель. Ну ладно. Ну ладно. Он тоже у нас будет. Пидорасить. Вы долго думали, что делать. Вы не так давно знали своего будущего соседа по комнате, поэтому не представляли, насколько надежным он будет в этой ситуации. Когда вы наткнулись на объявление «Требуется сосед по комнате», вы не были готовы к тому, что его место окажется в середине абсолютно нигде. Тем не менее, вы были счастливы, что он не просил кучу оленной платы и побег из города будет хорошим отдыхом. Вы вздохнули, когда решили, что вам придется сделать остановку в магазине за припасами. На тот момент это было единственное логичное решение. Аккуратно отстегнув бардачок, вы вытащили старую дорожную карту и неловко развернули ее на соседнем сидении, переводя взгляд с карты на дорогу. Вы не понимали, как быстро вы двигались, пока вы были отличены и... Ну, дура. Что могу сказать? Тупая. Я тупая. Вы быстро схватились за руль, медленно, как можно мягче, нажимая на тормоза... Нажимая на тормоза, остановились на обочине. Лед уже стал таким плохим, что вы начали волноваться, сможете ли вообще это домой. Подойти домой? Взглянув на карту, теперь, когда вы благополучно остановились и просканировали ее в поисках каких-либо признаков магазина на пути. Вот отсюда, наверное, все и начнется. Надо было ночевать в машине. Ваши глаза загорелись, когда вы увидели на карте обычный продуктовый магазин прямо через дорогу. Вот куда-то направляешься, подумала ты, собираясь с духами, медленно сворачивая с обочины дороги обратно на улицу. Маркет смайл. Среди леса. Или где мы там. Проходя через тоннель из густых деревьев, вы замечаете вдалеке маяк, освещающий чернильно-черную поверхность. Ты не можешь поверить своему счастью, что магазин открыт так поздно ночью, особенно в такой глуши. Вообще ничего подозрительного. Вообще ничего подозрительного. Да. Осторожно свернув со скользкой дороги на стоянку, ты остановилась на ближайшей... На ближайшей... К двери? Что? Я остановилась на ближайшее место для парковки. Похоже, есть только две машины, припаркованные здесь, кроме вас. Ты обращаешь внимание на грязный синий пикап, припаркованный прямо перед вами. Он выглядит старым и любимым. Краска облупилась во многих местах, а на пассажирском стекле есть трещина, которая, как ни странно, держится. Ну как много надо читать? Я не умею читать! Ваши глаза перемещаются вниз к задней части и замечают темные коричневые пятна, просачивающиеся из-под высоких ворот. Ты списываешь это на... это принадлежащее опытному охотнику. Ну ты решила, короче, что машина принадлежит охотнику. Осматривая остальную часть парковки, вы замечаете, что единственная другая машина, припаркованная сбоку от здания в конце стоянки, какой-то дешевый зеленый седан с изолентой. Летающие некоторые очень очевидные вмятины, как будто это помогает. Что? Ладно, что помогает? Мятины помогают? Ты потираешь руки, когда холод наконец доходит до тебя, и ты воспринимаешь это как знак перестать медлить и войти внутрь. Автоматические двери с натянутым послушанием открываются, и вы замечаете, что знак часов на двери небрежно нацарапан фломастером. Полагаю, они делают здесь свои собственные часы, работают на вас. Ну, выглядит не страшно. Симпатичный паренек за прилавком, все нормально. Когда ты заходишь в магазин, ты замечаешь, что здесь не намного теплее, чем снаружи. Это что разочаровывает, но по крайней мере нет ветра. Ты поплотнее застегиваешь пальто на плечах и оглядываешься. Это довольно обычный магазин, именно то, что вы ожидаете от места, которое так далеко от дороги. Проходы выглядят достаточно хорошо, чтобы вы могли получить все необходимое на следующие несколько дней. И похоже, что у них даже есть отдел туалетных принадлежностей. Последнее, что ты замечаешь, это скучающий кассир, который выглядит так, будто бы предпочел быть в другом месте, и ты не можешь его за это винить. Он также укутан, хотя выглядит более привычным к этой погоде, чем ты. Он рассеянный йорк, за это вы мельком видите его бейджик, достаточно прочесть его, и вы замечаете, что его зовут Вик. Вы на мгновение задумываетесь о том, что это за сокращение, прежде чем он взглянет на вас с раздраженным выражением в глазах, а затем снова приведет взгляд на свой журнал. Эй, турист с отвисшей щелестью, если ты собираешься просто стоять там всю ночь, я могу дать тебе свою работу. Слышь, блин, его резкая грубость застает вас врасплох, и вы медлите с ответом, но не похож на того типа, который заботится о том, чтобы вы возражали, когда вы смотрите, как он медленно перелистывает страницы своего журнала. Мне бесит, что переводит так, мне приходится по-своему делать. Ты бы могла поговорить с ним немного больше, возможно, так будет быстрее узнать, где находятся вещи в этом магазине. Эээ, давай поговорим. Давай, мучаем его до конца. Этот парень казался довольно сварливым, но, возможно, ему просто было скучно, и он переработался. Ему можно... Ему может быть приятно поговорить с кем-нибудь. Хе-хе-хе, да-да. Ты медленно подошла к стойке и встала перед ним. Внезапная тень скрыла его материал для чтения, заставив его по-настоящему взглянуть на тебя. Здравствуйте. Хе-хе-хе, он меня сейчас ударит. Хе-хе. Парень не может просто спокойно читать Хастрера, да? Что ж... Что тебе нужно? Такого, черт возьми, важного. Давай поговорим о погоде. Ты... Ты начинаешь думать, что неправильно оценила его характер, и что, возможно, этот парень действительно был просто мудаком. Мне похуй. Тебе здесь одиноко? Хе-хе-хе. Тебе сколько лет? Хе-хе-хе. Где... Где отдел с мясом? Ой, а я не хочу в отдел с мясом. Мне кажется, это плохая идея. Оставь меня в покое. Хе-хе. У нас тут три замечательных варианта. Этот вообще пошел нафиг. Оставь меня в покое. Ты здесь одинок? Либо сколько тебе лет? Нет. А, это оставить его в покое. Не. Так, сколько ему лет? Давай, на скидочку. Аааа, ему так двадцать семь, а по пузику видно. Хе-хе. Ты здесь одинок? Ааа! Что? Куда? Что это? Это было или нет? Нет. Я что-то типа неправильный выбор сделала? Эээ, говорит обед. Ты работаешь здесь совсем один. Кажется, это опасно, чтобы не показаться мерзавцем. Эээ, точнее, чтобы не показаться стрёмным или что такое? А? Что происходит? Вот эта плесень, блин, повылазила. Что это такое? С каждым годом все больше и больше желаний умереть. И все больше и больше возможностей. Но с каждым годом, с каждым годами все ближе к тому, чтобы стать бомжом бесполным. Вот, абсолютно уверена. Наверное, ты абсолютно права. Хотя я не ожидаю многого чудаков, которые приходят за 20 минут до закрытия. Ты меня чудаком назвал? Ты чувствуешь укол вины, поняв, что ты пришла прямо перед закрытием. Обычно ты бы никогда не сделала что-то настолько необдуманное, но это были не совсем обычные обстоятельства. В любом случае, это не важно. Я как бы привык к этому моменту. Хочешь верь, хочешь нет, но в этом деревом маленьком магазинчике летом очень много посетителей. Это хорошее туристическое место, наверное. Я на самом деле ненавижу путешествовать или ездить в туристические места. Я увидел то, что должен был увидеть, так что я в порядке. Чтобы ответить на твой глупый вопрос... Нет, я не один, как бы мне этого не хотелось. Нет, я здесь с тупым горячим мясником сзади. Горячий мясник? Ладно. Горячий мясник. Этот парень доводит меня до белого коленя своими дурацкими накачанными мускулами и дурацкими красивыми волосами. Как же я хочу его трахнуть. Нет, как же я хочу, чтобы он меня трахнул. О господи. То есть... Он тоже не местный, он какой-то идиотский деревенщина, который только что валился и получил работу за то, что привлекателен. Господи, как же он хорош, как же он хорош. Он красивый? Я этого не говорил. То есть... Я так... Ну... Не то, чтобы он в моем вкусе, но... Я не перестану. Ты можешь сказать, что не собираешься больше получать информацию об этом? Может быть... Ты можешь попросить... Может быть, ты сможешь спросить его что-нибудь еще? Или, может быть, ты должна оставить этого парня в покое? Сколько лет? Я могу спросить, сколько вам лет? Извините, если это навязчиво, но вы не можете быть намного старше меня, верно? Не опасно ли работать так поздно? Вау, посмотри на доброго сам... самолетянина. Самолетянина. Что? Вау, посмотри на доброго самолетянина. Ты хочешь баллы за заботу или что-то в этом роде? Хорошо, этот парень хуй ходячий. Не беспокойся. Я могу о себе позаботиться. И для протокола я намного старше тебя. Я тоже намного старше парня сзади. Насколько он близко, этот парень сзади, а? Сколько лет парню сзади? Блин, что за парень сзади? Сзади никого нет? Или он, типа... Ну, ты его закрыл с собой? 35. Но это казалось неправильным. Барень перед вами выглядела едва ли на 25. Как ему могло быть почти или больше 40? Ну, хорошо сохранился. Судя по его виду, он больше не собирался говорить на эту тему. Может быть, я могу спросить у него что-то еще или оставить его в покое? Давай оставим его в покое. Я не хочу в мясной отдел. Ты решаешь, что пора оставить беднягу в покое? У него явно есть какие-то проблемы, на которые у тебя нет времени. Спасибо, что уделил мне время, Вик. Прости за то, что я тебя потревожила. Спасибо. Ну, я знаю, он так и... Я так и думала, на самом деле, что он, на самом деле, просто... У него инстинкт... Ну, типа, он защищается, так скажем, вот этими нападками. Спасибо, ну, например, за разговор за мной или что-то в этом роде. Ты была слишком шокирована... Ты была шокирована на мгновение его внезапным изменением поведения. На самом деле, он не выглядел таким грубым, и ты поняла, что, возможно, он не так уж и плох? Конечно, чувак, надеюсь, ты скоро отдохнёшь. Меня, кстати, зовут Обед. Блин. Круто. И с этими словами он резко развернулся и вернулся на своё застойное место за прилавком, тут же пролистав потрёпанный порножурнал. А, он порножурнал смотрит. Ну... Можно с тобой? Ты слегка улыбнулась ему прежде, чем отправиться вниз по... По... Да, по проходу. Ну, к проходам, короче, вот этим. Ой, блин, всё равно мы идём в мясной отдел. Не хочу в мясной отдел. Там... Горячие мексиканские мужчины. Или как он то его писал. Ты быстро пробираешься через лабиринт проходов. Магазин причудливый и в основном продаёт небрендовые товары, о которых ты никогда раньше не слышала. Ты хватаешь корзинку, оставленную на полу, и начинаешь бездумно бросать вещи внутрь. Ты не знаешь, попадёшь ли ты в снег, и если да, то как долго ты там пробудешь, но лучше перестраховаться, чем сожалеть. Наконец, дойдя до конца прохода, ты можешь увидеть красное свечение свежего мяса под подсветкой морозильной камеры. Ты мельком видишь, как кто-то движется назад и вперёд, интересно, если это мясник. Когда ты подходишь к прилавку мясника, ты замечаешь, что мясника сейчас нет. Ты могла бы поклясться, что видела, как кто-то двигался здесь сзади. Кхм... Ты звонишь колокольчик на столешнице. Точно стоит это делать? Ничего. Ну да ладно, в любом случае тебе не нужно что-то нарезать для себя. Прямо перед тобой огромный выбор нарезок. Скоро ты будешь одной из них. Ты наклоняешься и изучаешь мясо сквозь целлофановую упаковку. Ты никогда раньше не видела такого свежего мяса. Его мраморность тоже уникальна, а яркий вишнёвый красный цвет словно притягивает тебя. Его так много, что открытая морозильная камера почти переполнена упаковками всевозможных нарезок, названия которых написаны от руки небрежным почерком. Ты не могла представить, что в таком маленьком городке такой огромный спрос на мясо? Блять. Пристроились сзади. Нравится, что ты видишь, дорогая? Я как-то себя по-другому... Ой. Дяденька реально какой-то. Я чё-то думала, что... Я по-другому мясника представляла. Мне нога запуталась. Чёрт. Ай, блин, я пропустила. Нееет. Итак. Там было написано, ты подпрыгнула к внезапности, вокализации... Ладно. И делаешь шаг назад, когда видишь лицо мужчины перед собой. Он большой. Реально большой. Ты сразу же чувствуешь себя напуганный, но можешь почувствовать, как твои щёки горят, когда твой взгляд скользит вниз к его большим мускулистым рукам. Он точно срабатывает. В моём вкусе больше такие дрожжи, как Питер и Даджон Доу. Ты также замечаешь все шрамы пронизывающего, толстые и сильные руки. Ты не можешь... Ты не можешь не задаться вопросом, откуда они взялись. Но ты знаешь, что будет... Была бы грубо так спросить. Словно прочитав ваши мысли, мужчина встревает. Как его озвучить? Ха, забираешь товары, милая? Не нервничай. Знаю, что выгляжу большим и страшным, но я обещаю тебе, что я нежен, как ягнёнок. Пожалуйста, не дыши в мою сторону. Я много работаю на открытом воздухе, понимаешь? Получить под царапины могучий... Чего? Короче, могучие товари... Ой, товарищи. Какие могучие товарищи? Могучий царапин он получил, видимо, на улице. Ты могла бы сказать по тону его голоса и плавности из его слов, что он был из тех, кто зовёт кого угодно, милая или дорогая, независимо от пола или представления. Мужчина напрягает свои бицепсы, намекая на то, что он говорит, заставляя вас на мгновение смущенно отвести взгляд. По блеску его фиолетовых глаз можно сказать, что он знал, что смущает тебя, и ему это нравилось. С таким же успехом можно сразу перейти к формальностям. Я Тейт. Тейт Фрост. Фрост байт. Фрост кусается, я так понимаю, да? Это... Намёк. Думаю, я бы запомнила такой милый кусочек, как ты. Я не кусочек, я полноценная порция. Я только сюда приехала. Правда, я отсюда. Ложь. А-а-а-а. Папа-ля-а. Хамуха. Что сказать лучше? Типа, с одной стороны, он может разозлиться за то, что мы ему наврали. А с другой стороны, я могу сказать, что я отсюда ненадолго, и он поймёт, что нас искать не будут. Ладно. Если бы такой выбор стоял передо мной, я бы наврала. Ты не собираешься давать незнакомцу какую-либо информацию о себе. Он может показаться милым, но ты его совсем не знаешь. Лучше перестраховаться. И я живу здесь всю свою жизнь. Да, немного по пути, понимаешь? Я просто собирала фрукты для своей семьи перед большой бурей. Честно говоря, они, вероятно, задаются вопросом, где я. Тейт немного некомфортно смотрел на тебя какое-то время. Его яркие фиолетовые глаза, казалось бы, взвешивали твою душу. Сука. Сейчас нас зарежут, я говорю, за то, что я соврала. Ты неловко переместила свой вес, нервно шаркая ногами. Твои глаза бегают от Тейта, как будто он слышит твои мысли. Глаза Тейт внезапно потемнели, словно улавливая каждую мелочь в твоем теле. Зачем я соврала? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем я соврала? Я вижу, как это тогда. Ты милая маленькая вружка, не так ли? Что? Что ты хочешь этим сказать? Ты неловко путаешься в своих словах, потрясенная тем, что он почти мгновенно уловил твою ложь. Наклонившись, ты быстро избегаешь зрительного контакта, перебирая мясо и бросая что-нибудь в свою картину, чтобы отвлечься, надеясь скорее избежать разговора. Что-то в твердости его голоса источало опасность, и ты чувствовала, что тебе нужно уйти как можно скорее. Громкий смех Тэй снял напряжение и заставил тебя подпрыгнуть. Его изменение в поведении было резким, и ты с трудом его читала. О, чё, вот дерьмо, я просто издеваюсь над тобой, не пугайся сейчас, дорогая. Год озорных игр сделали меня мастером по чтению людей. К тому же я здесь живу достаточно долго, чтобы увидеть тебя. Ну, я бы увидел тебя. Ты просто была умная, не так ли? Было бы очень глупо говорить большому злому волку, где ты живёшь, не так ли? Я могу это уважать, Ша. Его заверения немного успокоили твои нервы, но всё ещё было щемящее чувство, от которого ты не могла отделаться. Итак, что такое милое создание делать здесь так поздно? Ты оглянулась на передние двери магазина, вспомнив, как сильно шёл снег. О, я просто запасаюсь перед снежной бурей. Ты не боишься, что тебя здесь засыпет снегом или что-то в этом роде? Он идёт вниз довольно тяжело, и дороги не будут безопасными в течение долгого времени. Не, я не волнуюсь, я всё равно собирался спать здесь. У меня много работы в магазине, которые я должен сделать, эти свиньи себя не зарежут. Тейт усмехнулся про себя, как будто это была шутка. На мгновение ты задалась вопросом, имел ли он в виду животных или мёртвых свиней. Ты почувствуешь себя немного глупо, думая, что у мясника в поколейной лапке за дискорд. А, типа, она не могла понять, он имеет в виду, что мёртвый тушкорд делал, или он собирается сейчас уйти убивать. Тогда ты поняла и другую вещь, которую он сказал. Стоп, ты действительно собираешься здесь остаться на ночь? А что делать, если ты застрянешь в снегу дольше, чем на ночь? Это правда безопасно? Ха-ха-ха, чёрт возьми, ты милая, как я тебя отпущу. Ужасно мило с твоей стороны, дорогая, но я большой и сильный парень. Никто не связывался со мной так, чтобы остаться полностью невредимым. Тебе не о чем беспокоится, милая, лучше позабосящись о себе. Я бы точно не хотел, чтобы с тобой случилось что-нибудь неприглядное. Чёрт возьми, стыдно испортить это красивое лицо. Не порть его, пожалуйста! В голосе Тейта звучала холодная, но уверенная злоба, которая, казалось, притягивала тебя, вызывая всё больше и больше любопытства к тому, на что способен этот человек. Не надо, не надо, на что он способен. Ты не была до конца уверена, что хочешь это узнать, но ты не могла отрицать, что он определённо интересен. Ммм, как интересно! Ты собиралась дать ему свой номер телефона, зачем? Не надо! Это, вероятно, было бы ошибкой. Ты всегда была немного осторожна. И ты почти уверена, что этот продуктовый магазин находится ближе всего к твоему новому дому. Было бы лучше познакомиться с ним поближе. Может быть, поболтать с ним всякий раз, когда ты покупаешь продукты. Хе-хе, ты о чём-то думаешь, Ша? Ты выглядишь ужасно глубоко задумавшийся. Какая моя Ша? Она меня типа шикает или чё? На что ты намекаешь? Криплый голос Тейта вернул тебя к реальности. И ты собиралась мыслями вместе с корзиной продуктов. Было уже поздно, а додумаю ещё ехать минут 20, а по льду, наверное, минут 40. Ах, да, извини. Не пора идти. Я совсем забыла про снежную бурю и всё такое, но... Я вернусь. Я живу недалеко отсюда. Я бы хотела, может быть, узнать тебя получше. Что это за вещь, которую ты говоришь, Ша? Я предполагаю, что это как что-то вроде сленга для друга, верно? Ха-ха, боже мой, это очаровательно, ты знаешь это? Я действительно мог просто съесть тебе. Нет-нет, дорогая. Ша это, по сути, каджунское слово для Милы или для меня. Каджунское. Наверное, другой язык. Что-то, во что я мог бы просто вонзить зубы. Давай ты свои зубы будешь вонзать в Вика. Там у тебя Вик стоит. Возможно, в этом продуктовом магазине было холодно, но ты уже не могла сказать, насколько горячим было ваше тело. Типа, тебе говорят, что хотят тебя сожрать, что хотят тебе вонзить зубы, и ты такая... Здесь становится? Жарковато? Я бы бежала от... А, погоди. Ну, по сути, да, вообще это можно сказать и в таком плане, типа, сексуальном, если так... Я только сейчас об этом подумала, допёрла. Но... Но всё равно это звучит страшно, алё, незнакомый человек. Возможно, в этом продуктовом магазине было холодно, но ты уже не могла сказать, насколько горячим было твое тело. Волна смущения, смешанная с похотливой застенчивостью, нахнула через твое тело. Этот парень был сильным, но какой-то части тебе это нравилось. Ты, Каджан? Думаю, это объясняет твой акцент. Как давно ты здесь? Ты не похожа на тех, кто... Ой, не похожа, а? Ты не похожа на тех, кто переезжает в Новую Англию. Здесь довольно холодно по сравнению с югами и всё остальное. Разве ты не должна была уйти? Не можешь насытиться мной, а? Я не жаловалась. Это хороший глоток свежего воздуха по сравнению с богатыми людьми из высшего сословия, которые приходят сюда. Пытаюсь уйти от всего этого, но не могу справиться ни с чем, кроме причудливого таймшера. Думаю, я поймал Вика, но я уверен, вы видели, как много смеха у этого парня. Он тоже не местный, но, похоже, не любит разглашать слишком много информации о себе. Ты тихонько посмеивала себя под нос, слушая, как Тейт подшучивает. Тебе нужно было уйти, но что ещё за несколько минут? Впрочем, ты угадала, зайчик. Я проделала весь путь с юга в старом штате Собок. Ладно. Настоящий маленький городок... Бомжей хуйни, а нигде Луизианы. Что это такое, блин? Адрес. С бомжей в хуйни, а нигде Луизианы. Хуйпами, где этот город находится. Жил с мамой, пока мне не исполнилось 18. Сошёлся с моей школьной любовью. Выражение лица и поведение Тейта внезапно изменилось, когда его фраза затянулась. Ты задавалась вопросом, подняла ли ты больную тему. Прежде чем он продолжил, как будто ничего не произошло. Ну, что сделано, то сделано. Она мертва. Для меня, по крайней мере. Кроме того, мне было веселее просто путешествовать по стране. Давно не был дома. И никогда не остаюсь на одном месте слишком надолго. Получил довольно хорошую сделку на трейлер рядом с этим, который не задаёт вопросов. Мне всегда везло и всё такое. Мне сегодня очень повезло, что я встретила тебя и всё такое. Ты улыбаешься, я ему слегка переименаясь от ноги на ногу. Чем больше ты разговариваешь с ним, тем больше тебя тянет внутрь. И ты знаешь, что если ты не остановишься сейчас, ты можешь просто провести ночь здесь с ним. Не надо! Не надо! Пожалуйста! Потянувшись к богатому выбору мяса, ты бросаешь в свою корзину ещё несколько самых красных кусков, которые ты видишь. Ты до сих пор не можешь поверить, насколько прекрасны все эти нарезки. И тебе не терпится попробовать их на ужин. Ну, человечество тоже мясо. Да. Ты открываешь рот, чтобы попрощаться с ним, но он тебя отрезает. Он тебя прерывает, но перевело как отрезает, и это окажется более канонично. Тебе лучше быть в движении сейчас. Я никогда не отпущу тебя, если ты останешься на дольше. Выпрямившись, ты смотришь в глаза мужчины, которого ты надеешься заставить позвонить своему другу и поднимаешь свою корзину, чтобы он мог её видеть в знак прощания. Ты поворачиваешься на каблуках, чтобы идти к кассе, не в силах скрыть улыбку, когда уходишь. Ой, как можно быстро тебя закадрить обед? Когда ты идёшь к проходу, хватая случайные предметы первой необходимости, ты не можешь думать о тейте. Ты не можешь не думать о тейте. Он такой загадочный. Он такой таинственный. Он такой таинственный, но очаровательный и хороший. Его телосложение тоже не выходит из головы. Ты действительно надеешься, что из этого выйдет что-то большее. Ты не совсем ищешь отношений, но кто знает, к чему это может привести. Ты тихонько ругаешься, когда наклоняешься, чтобы схватить его, немного смущенная тем, что позволила своим мыслям так долго блужать по тейте. Полагаю, что до знака, чтобы ты ушла. А где Вик? Где Вик? Сука, он съел Вика. Выплюнь, выплюнь, фу. Ты подходишь к кассе и ставишь корзину на прилавок. Ты осматриваешь переднюю часть магазина, но Вика, похоже, нигде нет. Короче, может быть, он уже ушёл домой. Естественно, так долго разговаривала с тейтом. Ты подходишь к его прилавку и осматриваешься. Замечаешь, что журнал, который он читал, случайно брошен на пол рядом с его маленьким чёрным табуретом. Блин, ну бедный Вик. Бедный Вик. Давай ты свои зубы будешь вонзать в Вика. Там у тебя Вик стоит. Что-то в этом кажется неправильным. И ты пытаешься вглядеться в заднюю часть магазина, где в последний раз видела тейта. Короче, план такой. Раз нету кассира, раз никого нету, то мы просто выбегаем с магазина с вещами. Нам нужнее. Чё, я так в детстве делала. Он выглядит пустым. Сука. Выйди, не жди. Выйди, украти. Не знаю, брось, беги. Делай что хочешь. Может быть, он вернулся в морозилку? Ты сейчас в морозилку пойдёшь. Привет, Вик, Тейт. Я готова рассчитаться. Ничего. Сука, сука, началось, началось. Блин, началось. Что-то кажется неправильным. Было ощущение, что за тобой следят. Но ты знаешь, что в магазине всего два человека. Ну, то есть, если Вик не ушёл. Ты не можешь избавиться от этого нервного чувства и просто начинаешь собирать свои вещи сама. Я ставлю деньги на прилавки, хорошо? И мой номер телефона, на случай, если вам понадобится связаться со мной. Если это не та сумма. Ладно, это хорошее решение. Давай, беги нафиг. Ты протягиваешь руку через прилавок, открываешь немного чека бумаги и берёшь ручку. Быстро записываешь информацию и бросаешь рядом с ней немного денег. Ты почти уверена, что сложила все продукты и оставила немного на всякий случай. Ты бросаешь последние вещи в пластиковый пакет и направляешься к выходу так быстро, как только можешь. Ты не знаешь почему, но чувствуешь, что тебе нужно выбираться сюда сейчас же. Ты стоишь перед дверьми, крепко сжимая сумку с покупками. Ты не уверена, почему ты так нервничаешь, а что-то в твоём желудке кричит, чтобы бежать. Машешь рукой передатчиком безрезультатно. Дверь не хочет открываться. Ты помнишь, когда ты вошла, она была довольно скрипучая. Может быть, она просто застряла? Ставя сумку, пытаясь сцепиться между дверьми за всех сил, полгая их в телоположные стороны. Но дверь не поддаётся. Выбивай стекло, пожалуйста! Ты понимаешь, что должно быть оно заперто. Но зачем? Ты только что разговаривала с Тейтом. Они бы не закрыли магазин, если бы ты была внутри, верно? Ты оборачиваешься, ты не можешь избавиться от этого ощущения, что за тобой наблюдают. Я теперь тоже не могу избавиться от этого ощущения. Спасибо, игра! Аккуратно поставив сумки с продуктами у двери, ты идёшь обратно к кассе Вика. Всё по-прежнему. Погодите-ка. Это что, кровь? Почему ты не заметила этого раньше? Твоё сердце падает, и ты чувствуешь, как волосы на руке встают дыбу. Ты чувствуешь, что ты знаешь себе голодный взгляд и не хочешь заворачиваться. Привет, маленькая брюшка. Ну блин, реально за этот маленький обман? Сука, за что топором? Ты подумаешь, блин, вот нашёл причину. Ты поворачиваешься и сталкиваешься лицом к лицу с тупым концом рукоятки топора. И потом всё становится чёрным. А, я жива ещё? Ну, ненадолго. Что произошло? Моя голова меня убивает. Твои глаза медленно привыкли... Твои глаза медленно привыкали к окружающей тебя тёмной комнате. Голова кружилась, и ты изо всех сил пыталась вспомнить, где это было до этого. Опа, да. Здравствуйте, мужчинка. Я вас узнала. Ты дрожала, когда смотрела на своё окружение. Воздух вокруг тебя был ледяным. Каждый вдох создавал маленькие облака пара. Ну, нифига, блин, топором по лицу за то, что сказала, что я здесь живу. Вау, господи. Как страшно. Не люблю людей, которые так резко реагируют на ложь. Иногда бывает ложь, даже если не во благо, но не страшно, типа. Не, есть ложь, которая действительно, ну, так себе. Но не всегда эта ложь, типа, такая уж ужасная, чтобы так относиться. Я попыталась поднять руку, чтобы подтереть воспалённые глаза. Она застряла на месте. Глядя вниз, твоё сердце упало в тот момент, когда ваши глаза остановились на тугих верёвках, связывающих ваши руки со старым деревянным стулом, а также на то, что вас разделили до нижнего белья. Но вы за его с мясом свежего. Твоё дыхание стало прерывистым, когда ты боролась со своими леднями. Это было бесполезно. Они уже врезались в твои запястья от того, как туго они были завязаны. Позвать на помощь, осмотреть комнату. Мне кажется, звать на помощь бессмысленно. Магазин закрыт, единственный, кто есть снаружи, это вот этот вот паренёк, я вот именно, что мы проснулись. Очень часто маньяки после этого заходят, поэтому давай осмотрим комнату. Глубоко вздохнув, ты попыталась успокоиться. Паника не выручает тебя в этой ситуации. Тебе нужно оставаться рациональной. Ты была окружена чем-то вроде говяжьих тушек, растянутых по комнате на опасно выглядящих местных крючках. Они выглядят ужасно обмороженными. Они долго, должно быть, долго висят там. Откуда взялось всё это мясо впереди? Ага, ага. Холод пробежал по твоему позвоночнику, когда твой разум подскочил к худшим объяснениям. Ты покачала головы, чтобы очистить свой разум от этих мыслей и продолжила осматривать комнату. В комнате есть большая металлическая дверь и морозильная комната рядом с ней. Ты думаешь, что дверь заперта, но сейчас это не поможет. Затем твои глаза становились на чем-то спрятанном под линией говяжьих тушек, чего у тебя похолодела кровь. Да-да, Вик. Вик! О, боже мой! Да рядом лежало связанное тело Вика. Нельзя было сказать, тебе дышал он или нет, но можно было различить тёмно-красно-кровавую дорожку, которая шла от его головы к двери. Ты снова потянула свои путы, больше не в силах сдерживать панику теперь, когда ты осознала, что делишь комнату с, возможно, мёртвым телом. Ничего, поместитесь. Подумаешь, ну, у тебя сосед Жак. Вот у тебя новый сосед Вик. Внезапно звук закачивающейся дверной ручки привлёк твое внимание. Ты задержала дыхание, когда дверь медленно со стрипом открылась. Внезапная смена освещения обожгла твои глаза, пока ты приспосабливалась. Вэл-вэл-вэл, доброе утро! Ну-ну-ну, доброе утро, спящая красавица. Хорошо отдохнула? Я очень на это надеюсь. Тебе это понадобится для того, что я приготовила для тебя. Тэд сделал жест игральными картами в руке. А, это карты. Как будто хотел что-то подчеркнуть, но ты не знала, что именно, прежде чем не торопливо подойти к тебе и захопнуть за собой дверь. Тэд отошёл всего в нескольких гимнах от того места, где ты сидела, и его тело угрожающе посмотрело на тебя. Почему ты это делаешь? Почему ты делаешь это со мной? Я ничего тебе не сделала. Ха-ха, это никогда не стареет. Знаешь, сколько раз меня об этом спрашивали? Это не кино, Ша. Это реальная жизнь. Нет никакого тайного мотива или трагического прошлого, дорогая. Мне просто нравится это делать. Просто и понятно. Ясно, базару ноль. Раз уж так. Тэд наклонился и положил руки на оба твоих бёдер. Ты не хотела, чтобы он прикасался к тебе, но ты замерзала. Его тёплые руки медленно прогоняли они менее. Ты могла чувствовать его горящее дыхание на своей шее. Ты могла сказать, что он нюхал твои волосы, когда его толстые губы касались глаз. У него есть губы вообще? Откуда? Ещё и толстые. Но ты хочешь узнать главную причину, по которой я это делаю? Ну, только не говори, что реально из-за того, что я соврала. Ну, блин, ну это... Вау! Вот это, блин, согрешило. Вот это я ужасная. Ужас. Сказала, что не живу здесь. Точнее, что живу здесь. Он был так близко к тебе сейчас, что... Его тело было практически на тебе, когда он шеплял тебе на ухо, нежно покусывая кожу между паузами. Потом он так возьмёт и откусит половину. А-а-а-а... Понимаю. Вопросов ноль, вообще. Ну, кстати, насчет психологии маньяков, я когда-то этим увлекалась, я смотрела видео, поэтому и так-то да, многие всякие маньяки и прочие такие люди убивают, потому что получают от этого сексуальное возбуждение. Вот, оживите теперь с этой мыслью, так что неудивительно, что это заставило его член окаменеть. Он медленно отстранился от тебя, тепло его тело оставило тебя холодной и жаждущей большего, пока он стоял, смотрел на тебя сверху вниз. Я надеюсь, момента с изнасилованием не будет. Пожалуйста. Тейт подошла к Вику, лежавшему на полу. Ау, ой, 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 прошу прощения, мистер Бэк, ты подошла. Тейт подошел к Вику, лежавшему на полу, ты не хотела смотреть, но не могла удержаться от пристального взгляда. Он заметил, что ты смотришь, и слегка усмехнулся, как будто это была нормальная ситуация. О, ты беспокоишься о Вике, обет? Не, не, не обращай на него внимания, он еще не умер. Видишь? Ты с дроглым, а когда Тейт жестоко опнул лежащего без сознания мужчину в бок. Из Вика вырвался тихий стон от боли, но этого было недостаточно, чтобы проснуться ото сна, вызванного тупой травмой. Ага, еще пинать, хотя я уже начал немного волноваться, я ударил его сильнее, чем планировал. Просто сгорячая, полагаю. Вик, однако, крепкий парень, не ожидал, что вся его спина будет татуировка, когда я раздел его был сильно впечатлен. И не волнуйся, или ничего, я не трогал ни его, ни тебя, пока тебя не было, но ты не можешь освежевать всю свинью в одежде. Тейт наклонился, чтобы проверить дыхание Вика, его острые зубы были видны сквозь его улыбку. Тебе хотелось спрятаться, закричать, убежать, что угодно, но ты попала в ловушку полной милости этого человека. Можно было только смотреть, как он провел своими грязными пальцами по спине Вика до раны на затылке, прежде чем снова выпрямился, чтобы обратиться к тебе. Хотя я люблю немного поиграть со своей едой, так что я позабочусь о том, чтобы вы вдвоем повеселились вместе. Если вы сделаете это так долго... Он подошел к тебе и опустился на колени до уровня твоих глаз. Его правая рука достала колоду карт, которую он мастерски перетасовал. Ты была поражена тем, насколько быстрыми и проводными были его пальцы, и какими толстыми и базористыми они выпили. Ты играешь в азартные игры? Но он азартный игрок, надо сказать, да. Ты неуверенно кинула головой, ты не была уверена, что он имеет в виду, но ты не могла бы ответить честно. Он рассмеялся и сильно хнукнул рукой по твоему бедру. Он казался довольно довольным твоим ответом, когда снова перетасовывал свои карты. Руки убрал, лапит. У тебя ногти треугольные. Ну, черт возьми, тогда ты будешь в восторге от этого, милая. Я уверен, что ты привыкла к азартным играм. Для чего? Деньги? Безделушки? Ну, это гораздо веселее, видишь ли. И не особо нуждаясь в деньгах, у меня есть работа для этого. Я хочу получить из тебя ничего больше личное, чем мы будем помнить друг друга. Типа, ты руку не знаешь, что он там собрался отрезать. Теперь разве это не звучит, милая? Нет, не звучит. У вас не было времени понять, что именно он имеет в виду, прежде чем он показал перед тобой три карты, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Правила просты. Просто выбери мою любимую карту из этих трех, и ты выиграешь, просто как тот. Подожди, какая твоя любимая карта? Ха-ха, ты узнаешь, если выберешь ее, не так ли? Ха-ха-ха-ха, сука. Не страшно. Горчожник сраный, бабка-гадалка, что тут не хочу выбирать карту, иди нафиг. Так, давай посмотрим, фиолетовый. У него цвет глаз фиолетовый. Давай. Левая карта. Тед переводил взгляд с карты на тебя, и его глаза загорались, когда он переворачивал карту. На чем он так страшно смотрит? Пиковый туз, да? А, это очень плохо, Аша, это не моя любимая карта. Ну, подожди. Никогда не был большим асом, слишком предсказуемо. Каждый любитель карточных игр говорит, что тузы это его карта. Но я не знала, что там туз. Эй, Эй, Шанни, смотри так вниз понуро. Это только первый тур. Я пойду красиво и медленно. Ну, типа, красиво и медленно будет игра. Блин, ну почему он меня так хреново переводит? Ладно. Тед передвинулся ближе к тебе, и его руки плотно прижимались к твоим бедрам для рычага, когда он наклонился, чтобы нависнуть над твоей рукой. Не надо, пожалуйста, руку. Она мне нужна еще, пожалуйста. Ты зажмурилась, ты понятия не имела, что он собирался сделать с тобой, но ты не хотела этого видеть. Минус рукам. Ты запоила дыхание и ждала неизбежной боли, которая обязательно должна была прийти. Вместо боли ты почувствовала, как что-то мягкое и теплое покоснулось костяшек пальцев. Ты почувствовала, как покраснело ваше лицо, когда ты медленно в твои глаза, чтобы посмотреть на тату. Ага, значит, откусываю от палец. Офигенно. Он медленно наденет с руком по каждому из своих пальцев, пока не достиг мизинца, уделяется его внимание каждому суставу. Румянец на твоем лице стал еще гуще, когда ты почувствовала, когда движется... Мммм, та-та-та-а-а-а-к, куда мы лезем? Чиста хранилась. А, на карту. А давайте поменяем карту. Мне как-то... Ты знала, что она должна поощущать? Ну, там. Ё-моё. Я озвучить даже не могу. О, боже. Прошу прощения, что озвучиваю не всё. Что не смогу озвучить, я потом озвучу через этот. Просто напишу перевод снизу. Ты отне что поставил золотой палец, его толстые тёплые губы скользили... Откуда? А, ладно, есть у него губы. Тёплые губы скользили туда-сюда по твоему пальцу. Чувствую, как его зубы касаются твоей костяшки, и ты вздрогнула. Ты начала чувствовать себя действительно хорошо, и ты... И ты хотела уступить ему, даже несмотря на то, что твой разум кричал на вас из-за твоей ситуации. Ну, на вас из-за вашей ситуации. Ворот опустился ниже, пока почти весь твой мизинец не оказался внутри его рта. Угу, да. Прошло где-то полторы недели, и я, да, решила вернуться в эту игру. Я не буду проходить её на все концовки. Скажу, если честно, говорить, то она мне немного противна. Не противен этот персонаж-маньяка, и... Так. Ой. Ой, я ничто выбрала, пофиг. А вдруг я угадала сейчас? А это хорошо, если я угадала. Бубновый туз, да? Блин, не, не... Не получилось. Ага. Фу, блядь. Я не могу. Ужас. Ага. Сейчас он нам отпустит его. Водовое свойство быстро сменилось болью и паникой. Когда он укусил сильнее, его зубы скрежетали по твоей кости. Сука. Я не знала, что он его зажать хочет. Закричала, попыталась выдернуть руку, и у него изо рта на его зубы жали сильнее. Пока. Сука, это надо будет... Да, закрыть. А! Твои крики эхом отдавались от окружающих тебя холодных стальных стен, в ушах звенело от боли, и в горло подступала желчь. Вы хотели потерять сознание, чтобы избежать боли, но ваше тело не позволяло вам, когда вы почувствовали, как ваше плоте кости отрывается от вашей руки. Сука. Фух. Спасибо. Спасибо. Ну, не в плане спасибо, что палец откусил, а в плане спасибо, что отодвинулся подальше. Ты слышала, как твой отрубленный палец ударился от земли с кровавым шлепком, когда Тейд выплюнул его. Ты не хотела смотреть на него, твое зрение располагалось от боли, ты не могла регулировать свое дыхание. Ха-ха, ой, да ладно, перестань плакать обед. Мы еще даже не начали. Давай закончим. Ты едва ли могла разобрать, что говорит Тейп из-за пульсирующего звука собственного сердцебиения в ушах? У меня аж пальцы заболели. Ёканый бабай. Падок такая. А сколько у тебя зубы крепкие? Каждый удар послал ударную волну боли недостающего пальца. Время для второго раунда. Сейчас я вообще без ничего останусь. А, это конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...